Праздник к нам приходит, но не сам. За тысячами ярких огней и красочными елками стоит труд сотен людей. Сергей Назаров один из них. Он мастер по ледяным скульптурам. Вот уже 20 лет мужчина занимается сказкой, как сам называет свою работу. На создание одной, например, вот такой фигуры медведя уходит 15 блоков льда. Их соединяют между собой и выпиливают форму, а потом вручную, легкими штрихами доводят до ума. На эти работы уходит один день. Это что-то такое волшебство, можно сказать. То есть мы из воды, из твердой воды выпиливаем скульптуры. Сейчас вокруг ледяных фигур еще нет ажиотажа. Но еще немного времени, и они разукрасят социальные сети самарцев и гостей города. Массовые новогодние гуляния в этом году отменены из-за эпид-обстановки. Но времени скучать у самарцев точно не будет. Праздник для глаз, а значит и души, обеспечат разноплановые фотолокации. И активный зимний отдых, горка и два традиционных катка. На площади Куйбышева, равно как и на других городских общественных территориях, будут созданы условия для отдыха и прогулок на свежем воздухе, для занятия физической культурой и спортом. На площади находятся два наших катка. Каток для наших хоккеистов, любителей фигурного катания. Горка, на которой можно будет тоже провести время. И достаточное количество разнообразных тематических локаций. Световые объекты, арт-объекты, посвященные разным темам. Конечно, и новогодним, и наступающим ярким событиям года грядущего. Все, что будет здесь происходить, все условия и порядок организации работы, согласованы с Роспотребнадзором. Одна из новинок этого года уже установлена на площади Куйбышева. Даже две. Смешарики, две большие, светящиеся фигуры любимых мультяшных персонажей встречают гостей на подходе к главной городской елке. Герои не обычные, а интерактивные с помощью специального QR-кода. На экране смартфона появляется знакомый персонаж. О, елки, елки! Тысяча огней зажглось и на главной елке региона. Здесь стоит управляемая гирлянда. Пиксель каждой гирлянды, то есть шарик, он управляется отдельно. Здесь около 15 тысяч шариков во всем комплексе. Около 200 блоков питания все это питает. Управляется все удаленно. Можно с любой точки шара земного управлять. А вы откуда управляете? Мы управляем обычно с территории ДДМ. В новогодние каникулы, как и в прошлом году, для самарцев подготовили лазерное шоу. Тем в 2021 году несколько. Одну посвятят юбилею первого полета человека в космос, а вторая коснется 170-летнего юбилея Самарской губернии. К этому Новому году подготовлено 6 футажей. 4 просто украшающих елку и где-то 2. Это тематические футажи. Все старые футажи, которые мы рисовали, они до сих пор актуальны. Они запускаются в зависимости от праздника. Ну, то есть новогодние футажи, они идут в Новый год, перед Новым годом работают. А вот есть рождественский футаж, который работает только на Рождество. И все, я думаю, в 20-х числах все запустится, вы все увидите. Уже сейчас самарцы радуются предстоящим праздникам. Приехал, посмотрел, очень сильно зарядился. В плане того, что тут так все красочное, яркое. И потом посмотрел, как у нас еще тоже сделали. Настроение просто бум, как бахнуло. Прям вообще очень понравилось. Все. Мне нравится. Я каждый год езжу смотреть. Ну, я вообще из Новоковыжска. И каждый год я езжу смотреть на, особенно вечернюю, вот эту иллюминацию самарскую. Мне всегда очень нравится. Это очень красиво. И прям поднимает настроение новогоднее. Самара преображается с каждым днем. Специальные тематические фотозоны уже появились во всех уголках города. Мария Левина, Сергей Кизоркин, Константин Головин, Максим Гусев. События. Продолжение следует...